Орел, ну и не слушает. Hello, my friend. After. Hello. А сибирики всегда отличались от других регионов, на мой взгляд, своей гостеприимностью, радушностью, открытостью, пониманием. Жизнь в России делает нас жёстче. Географически Омск расположен, что это одна большая река. И когда я вырос до определённого уровня в спорте, я познакомился со своим первым тренером. Он мне предложил переехать в город Омск и продолжить свои начинания как стронгмен. Он познакомил меня с моими работодателями и свою рабочую карьеру. Я начал в компании СТБ в качестве охранника в школе. Это для меня очень, так скажем, приятно, потому что директор поддерживает мои вот эти начинания спортом. В спорте, и вы, как заметили, основная часть медалей, кубков как бы присутствует здесь. С детства мне нравились русские фольклор, сказания, былины про богатырей, стронгменов, получается. И всю жизнь себя с детства хотел проверить, насколько я сильный человек. Почему я одеваю берет на соревнованиях ещё? Когда мне 18 лет наступило, я пошёл служить в армию. И также я был участником боевых действий, ветеран боевых действий, награждён двумя медалями. Я всегда на соревнованиях готовлюсь как на войну. И борюсь до конца. Это моя такая нотка патриотизма. Вот мы подъезжаем к нашим друзьям. Вот видите, кони, красавцы. Вон сани тренировочные. Начнём немножко работать. Каман! Мой друг Сергей является атаманом, казаком. Вот чем занимаются казаки в этом парке. Отрабатывают свои навыки. Поддерживают традиции свои. Отдают дань уважения своим дедам, праотцам и так далее. И он мне позволяет и помогает готовиться на Арнольд. Сейчас мы пришли на площадку для того, чтобы потренировать переброс мешка. Через натянутые флажки. Высота примерно такая же, как и на Арнольде. Ветер нормальный. В этом году будет это же упражнение. Поэтому нужно его отрабатывать. В этом упражнении становился третьим. Но постараюсь всё-таки выиграть в этом году у Хафтера. Но как минимум приблизиться к его рекорду. Два, один, старш! Поехали! Работаем, друзья! Работаем! Покачили сюда! Давай, давай, давай! Быстрей! Быстрей, быстрей, разгоняйся! Ноги! Конечно, это упражнение действительно. Боль в моих ногах. Но я думаю, тяжело в учениях, в тренировках. Легко будет в бою. На соревнованиях. Сейчас Лейла готовится на Арнольд Классик. Мы вместе, скажем так, тренировались. А потом это перешло в то, что он стал моим тренером. Всё, идём на тренировку. В соревнованиях главным соперником я считаю всегда самого только себя. И я всегда стараюсь улучшить свой результат, хоть на чуть-чуть. На сантиметр, на секунду, на одно повторение. Дамбл, финальное упражнение. Он будет достаточно интересным тем, что это будет выбор гантель. Прогулка фермера сейчас будет выполняться моими атлетами. Лейла, меня слушай. Ты готов? Гоу! Давай, 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 давай. Да, действительно, это добавило определенных сложностей мне в собственную подготовку. И чтобы совместить подготовку моих атлетов, им, соответственно, приходится тренироваться в то же самое время, что и мне. Главная цель – помогать другим людям, делиться опытом, знаниями в той области, в которой ты преуспел. Мартин Лицис, Матеуш Келешковский, Брайан Шоу, автор Джулиан Бьерсон, Джерри Присетт. О, Михаил Шевляков, знаете такого? Шевляковский. Сейчас борюсь с этими атлетами и очень рад с ними познакомиться. Несмотря какой они национальности, каких политических взглядов, сильные люди, сильные во всем. Это нам не мешает конкурировать в спорте. Привет, привет, Олег. Опять к тебе. Немножко уставшие. Рад видеть, рад слышать. Взаимно, взаимно. Что касается русской бани, это тоже определенная и традиция, и действительно восстановительная процедура. Но во всем нужна норма. Это либо пятый, либо шестой уже у меня профессиональный арман. И вот помаленьку, постепенно я забрался на эту вершину. И сейчас с гордостью несу флаг своей страны и вхожу в десятку сильнейших атлетов планеты. Едем на Ордон!